Крошечная избушка на окраине Читы. На этих 18 квадратных метрах социальный педагог Любовь Бянкина прожила всю свою жизнь с мечтой о большом доме, которая однажды чуть не сбылась. В 2000 году тогда еще мэр Чита Анатолий Михалев выделил земельный участок двум учительницам, в том числе и Любови Бянкиной. Но вот беда. На оформление участков тогда не нашлось ни денег, ни времени. Жизнь пошла наперекосяк. Конечно, мы не строили, потому что, знаете, сколько у меня было причин. Мы все документы подали, что у меня муж умер, что сына я учила в это время. Денег-то, знаете, в тех годах, какие были у нас деньги, какие оклады. Да, мы виноваты, что не построили. Но я его сохраняла, этот участок, вы знаете. Мы все учителя разделили и садили там картошку на этом участке, чтобы выжить. У второй учительницы и вовсе нашли онкологию. Долгое время она проходила курсы химиотерапии. Понятное дело, недоучастка. А вот отделу землеустройства администрации Читы еще как. Специалисты ведомства выехали на место и составили акт, что на участке строительство не ведется, документы не оформлены. На основании этого акта мэр Читы взял и аннулировал свое решение и передал землю в добрые руки. Своему заместителю Вячеславу Шляковскому уж он-то точно не оставит. Вот посмотрите, мой, наверное, дом сравнили. И сравните, чиновники. Это на свои деньги построили. На свои деньги столько. Даже наклад не построишь. Это наворованные сиротские деньги. У меня картошка была здесь посажена. А он, Шляковский, он даже не дал мне выкопать картошку. Представляете? Словно по иронии судьбы, проблемы потом начались у самого Шляковского. Уголовные дела за махинации с домами для сирот, суды. Сейчас экс-заммэра добывают срок в исправительной колонии. А с участком началось что-то странное. Его разделили на две части. Собственником одной половины, где расположен коттедж, неожиданно оказался не Шляковский, а совсем другая гражданка. Это же он строил, а он же говорит, что это не его коттедж. Оформил, видите, на жену. Они же мудро сейчас чиновники делают, так как не на себя оформляют. А собственником второй половины оказался департамент госимущества и земельных отношений города. Женщины подали в суд. Однако служители Фемиды посчитали, что смерть близкого человека и тяжелая болезнь не являются уважительными причинами для неоформления участков и в требовании вернуть землю женщинам отказали. Прошло больше 10 лет, а Любовь Бянкина до сих пор не может смириться со злой шуткой судьбы. Когда вы выбирали в мэрию, я бегала, весь поселок оббежал, мы его выбрали. Мы же думали, вот правильно говорится пословица, за кого боролась, на того и напоролась. Как он меня, я ему сама тогда в глаза сказала, мы столько набрали голосов за вас, чтобы вы нам помогали, а вы что сделали он. Я бы без ваших голосов набрала, я бы без ваших голосов все равно был мирным. Долгие годы приставы не могут добиться сноса одноэтажного здания, расположенного на второй половине участка. Шуляковский, понятное дело, бездействует. В настоящее время приставы намерены собрать пакет документов для финансирования демонтажа из федерального бюджета с последующей компенсацией Шуляковским. Но что это даст учительница? Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.